Звонки из банков. Саровчанин взял кредит в банке на сумму 250 тысяч рублей, часть из которых успел передать мошенникам. Мужчине позвонили с незнакомого номера, якобы сотрудники банка, и предупредили о подозрительной активности на его счетах. Будто кто-то оформляет на него кредиты, поэтому он должен сейчас прийти в банк, сам оформить кредит и отправить всю сумму на указанный счет, что потерпевший и выполнил. Если представляется вам сотрудником финансового мониторинга, служб безопасности банка, сотрудниками правоохранительных органов, которые проводят операции по поводу поимки мошенников, которые работают в банке и так далее, не надо вестись на эти уловки. Просто положить трубку и перезвонить на номер 900, либо на тот номер, который указан на обратной стороне карты и сообщить о данном факте. Отдых с подвохом. Еще в марте житель Сарова на одном из сайтов нашел путевки в дом отдыха «Кобзарь» в Крыму с 20-процентной скидкой. Забронировал три места и оплатил их онлайн, переведя мошенникам 140 тысяч рублей. Спустя несколько недель сайт вовсе перестал существовать, и летний отдых саровской семьи оказался испорчен. В данном случае хотелось бы гражданам посоветовать, что лучше потратить время посетить те турфирмы, которые находятся на территории города, где, соответственно, с живыми людьми можно обсудить и скидки, в том числе, и возможности отдыха, и путевки, и передвижения к месту проведения отдыха. Убыточная компенсация. Пожилой саровчанке позвонили мошенники и представились сотрудниками правоохранительных органов. По их словам, женщине положена компенсация полтора миллиона рублей за некачественный лекарственный препарат, который она заказывала в интернете в прошлом году. Вот только чтобы получить эти деньги, необходимо их застраховать, отправив аферистам 40 тысяч рублей на указанный счет. Теперь необходимо заплатить еще 40 тысяч рублей для того, чтобы служба инкассации привезла эти денежные средства в город к ее подъезду. Соответственно, она пришла снова в отделение Почты России и через перевод моментальный еще 40 тысяч перевела мошенникам для того, чтобы инкассаторы привезли ей денежные средства полтора миллиона рублей домой. Я твой внук попал в ДТП. Чтобы решить вопрос с правоохранительными органами, нужно дать им взятку. Примерно так начал свою речь мошенник, дозвонившийся пожилой саровчанке. В результате женщина отдала аферистам 100 тысяч рублей. Те перезвонили снова и потребовали еще 250 тысяч рублей. Бабушка сказала, что 250 тысяч у меня нет, у меня есть только 70 тысяч. На что мошенники сказали, что это денег будет достаточно, сейчас вам опять придет эта же девушка отдать ей денежные средства. После чего девушка пришла, бабушка еще 70 тысяч стала отдавать, но девушка поняла, что происходит что-то непонятное, и денежные средства 70 тысяч рублей вернула назад бабушке. Всего за этот год в Сарове зафиксировано 37 случаев мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Продолжение следует...